Ребята, всем привет! Вот снова я с вами в своем офисе, так называемом беседка. Я ее обожаю, потому что здесь офигенное освещение, поскольку все в стеклах, в окнах. В общем, начну с того, что сейчас Слава чинит мне дворники на машине, потому что резиночка, которая чистит окно, она у меня за три с половиной года или сколько. Немножко, так называемая, сломалась, она погнулась, поэтому у меня постоянно один такой вот момент не смывался и не протирался, потому что резинка испортилась и как бы все. Поэтому он заказал вопросы о том, что делать Слава. А я сиджу и отдыхаю. В общем, рассказываю, какие у меня новости. Во-первых, вчера ночью я долго не могла уснуть. Обычно мы выключаем фильм, телевизор и все такое где-то примерно в 4, в 3.30 вот так вот. Но вчера мы где-то в 3.20, наверное, закончили смотреть фильм. И, понятное дело, все выключили. Но проблема в том, что потом еще где-то часа 3, мне кажется, я не могла уснуть вообще. То есть мне почему-то ничего не помогало, ни вот эти цифры считать. Один, два. В общем, это никак меня не усыпляло. Я все не спала, не спала. И в итоге я лежала, думала, придумывала. И мне пришла в голову такая идея. Конечно, возможно, это не... Ну, невозможно, 100% ничего нового в этом нет. Но поскольку это буду делать я не тот-другой, это будет что-то другое. Офигенно. А можно объяснять? В общем, мне пришла в голову идея снимать такую рубрику. Я пока не знаю, насколько хорошо это зайдет, зайдет, не зайдет. Будут ли это смотреть, будет ли это вообще вам интересно. Сейчас чихну. Но все-таки я думаю попробовать, потому что это как раз будет разговорная рубрика, где я буду сидеть с вами здесь, в своем офисе, в беседке. Я ее сделаю поинтереснее, красненько сделаю. Возможно, буду ставить свет. Но, скорее всего, буду снимать при дневном свете, как сейчас. Хотя я не знаю, насколько хороший сейчас свет. Ну, так в общем. Просто обычно я сижу в ту сторону, и свет лучше, а оттуда он как будто идет более хороший. Суть рубрики заключается в том, я думаю назвать ее тема. Просто тема. Но каждый выпуск будет, понятно, с разной темой. То есть будут разные темы. Дружба, отношения, измены, любовь, деньги, секс. Возможно, мы даже обсудим, я не знаю. Но суть заключается в том, и, понятно, название у каждого выпуска будет такое, типа тема, отношения. Например, выпуск один. И в названии что-то будет о том, о чем я буду говорить в видео. Это не то, что я просто буду сидеть, учить вас жизни, рассказывать там еще что-то, говорить, делать и так, и не так. Я хочу, чтобы это было одно время. Мне писали в директ. Ну, и сейчас мне постоянно пишут, понятно, в директ. Но именно в один какой-то период моей жизни, я не помню, наверное, я просто чем-то делилась в сторис, рассказывала какие-то свои моменты. И очень много девочек, даже парней писали мне какие-то свои истории. И я очень многим отвечала в директ. То есть даже если сейчас мне напишут что-то такое, вот на что я захочу ответить, я отвечу. Либо какой-то вопрос. То есть я очень... У меня директ, на самом деле, я не могу сказать, что он как-то завален, потому что я очень часто отвечаю там людям, именно те, которые уже одобрены. А те, которые одобрены, их дофига. В одно время мне очень многие писали свои какие-то истории, сложные моменты в жизни, спрашивали советы, рассказывали про какие-то там моменты в отношениях, то, что я не знаю, что делать, Юль, как быть, а было ли у тебя такое. И я многим отвечала большими сообщениями, рассказывала там свои какие-то личные даже истории, которые я никогда в интернете не рассказываю, потому что, ну, я не думала на тот момент о том, что кто-то захочет это куда-то слить или еще что-то, потому что ничего такого в этом нет, но просто есть какие-то истории, которыми я не делюсь никогда в интернете, то, что я не рассказываю, то, что касается моих там чувств, моих переживаний. Ну, нет, конечно, делюсь, но все-таки есть какие-то такие более личные моменты, которыми я предпочитаю не делиться на весь интернет, потому что зачастую они могут касаться не только меня, но и каких-то людей, с которыми это может быть связано, поэтому я не имею, мне кажется, права вот такие вещи рассказывать, типа, говорить, но иногда хочется. В общем, не знаю, суть в том. Я хочу создать почту, и эта почта будет специально для как раз-таки людей, которые будут рассказывать свои истории. Все будет анонимно, то есть я никогда в видео не буду называть имя человека, я просто хочу этой рубрикой помогать людям просто душевно, морально, рассказывать на своем опыте, как бы я поступила в данной ситуации. То есть пример такой, что я говорю, ребята, пишите мне на почту свои истории, и в теме указывайте как раз-таки темы, например, отношения, дружба, любовь. То есть у нас будут разные какие-то разделы, да, и каждый выпуск, понятное дело, будет касаться одной схемы. Например, в каждом выпуске я буду читать 3, 4 или 5, не знаю, историй девочек, парней, возможно, даже, если они будут писать, рассказывать, читать эти истории. То есть, например, девочка пишет, Юля, привет, недавно там, не знаю, я ждала парня из армии целый год, и там ни с кем не встречалась, ждала, плакала, любила, думала, когда он вернется, мы поденемся и все такое, но когда он вернулся, он уже целый год, я не знаю, что делать, как быть. То есть, типа такие, знаете, но есть же и разные истории, типа, Юля, расскажи, что ты думаешь по этому поводу, у тебя было ли такое, как ты можешь помочь, поделиться своим, ну, советом. Я просто хочу, чтобы это были разговорные видосы, но такие, которые будет всем интересно послушать, узнать, какие бывают у людей проблемы. Я просто люблю чужие проблемы, мне своих не хватает. Но нет, я просто хочу, чтобы я могла с вами поделиться на примере этих историй, историй, там, девчонок, которые переживают, поделиться своим опытом, рассказать вам, что я бы сделала в данной ситуации, как я это вижу, как чувствую. И просто мне кажется, что когда... Я знаю, когда я раскрываюсь и больше интересного рассказываю вам, когда заходит какая-то интересная тема. То есть, вот так вот, когда я просто живу, убираюсь, ну, что мне рассказывать? Ну, что, вдруг ни с того, ни с сего начать говорить, например, про натальные карты или аффирмации, в которые я безумно верю, аффирмации, между прочим. То есть, ну, типа, не буду жить ни с того, ни с сего. Но в определенном разговоре может затронуться какая-то интересная тема. Поэтому, не знаю, вообще напишите в комментариях, что думаете, и, судя по вашим комментариям, я пойму вообще, делать такое или нет. Я хочу прям несколько выпусков снимать в день и выставлять их вместе с влогами. Просто, точнее, не... Ну, имеется в виду, что влоги также будут, но влоги все-таки это другое. Мне хочется, чтобы на канале были какие-то и другие видео, и пусть они будут разговорные, потому что во влоге я просто показываю свою жизнь и не всегда делюсь какими-то эмоциями, каким-то опытом своим. То есть, на самом деле, мне есть, что рассказать и чем поделиться. И, опять же-таки, в каждом видео я буду говорить о том, что это лишь мой опыт. Я вам говорю только свое мнение. Это не значит, что вы должны сделать так же. Это не значит, что вы должны прислушаться ко мне в сию минуту просто и поступить так. Я просто вам могу дать совет, рассказать, что сделала бы я и как я все это вижу, но какое решение примете вы, это зависит только от вас. И, ну, чтобы, знаете, не было такого, что Юля, ты сказала, что надо сделать так, я там сделала, ничего не изменилось, или типа стало только хуже. Я не думаю, что, конечно, такие моменты будут, но просто я хочу попробовать, я не знаю, насколько это получится. И я думаю, почему это может быть интересно людям. Во-первых, мы будем обсуждать насущные темы, темы жизни, то, что касается каждого из нас, то, что каждый из нас может встретить, пережить в своей жизни. И при этом мы будем вместе как-то помогать людям. И мне кажется, что это классно. Я буду комментировать эти истории, рассказывать. Например, я читаю какую-то историю девушки какой-нибудь, например. И я понимаю, что в моей жизни было то же самое. И был ужасно сложный период, но я справилась с этим. И как я с этим справилась? То есть вот такие моменты, мне хочется просто делиться. Но пока у меня нету какой-то истории, знаете, за которую я могу зацепиться, это как пока тебе не зададут вопрос, ты же не будешь отвечать на вопрос. То же самое. Поэтому некоторые моменты, которые мне хочется вам рассказать, поделиться своим опытом. Я не могу просто так взять и начать ни с того, ни с сего говорить. А вы знаете, в 2016-м такое было? Ну то есть это будет странно, ни с того, ни с сего. Поэтому мне хочется, чтобы была какая-то привязка. И мне кажется, что это прикольно. Не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Не уверена, да, что это может как-то зайти многим, но попробовать-то стоит, да, что такого-то. Вот, и мне хочется и про дружбу поговорить, и про отношения с парнями, там, да, с девушками. То есть мне хочется, чтобы мы все обсуждали. Возможно, какие-то моменты в семье, потому что очень многие мне писали, то, что у меня с мамой там ужасные отношения. Как сделать так? Как сделать так? Почему она меня не слышит? То есть много разного было. Или там я с братом не могу найти общий язык, там вот такая ситуация. Ну то есть мне хочется, чтобы это было максимально душевно. Я думаю, что тем людям, которые напишут эти истории и пришлют мне их на почту, я могу гарантировать, что я нигде никогда не буду называть имена этих людей, потому что я понимаю, насколько это важно. Но ваши истории такие, если вы напишите их, они помогут кому-то другому взглянуть на свою жизнь с другой стороны. И, возможно, у кого-то такие же проблемы. И человек поймет, что, во-первых, он не один. Мне кажется, всегда очень важно, знаете, если вас что-то тревожит в жизни, вы переживаете, узнать, что есть еще такой человек, у которого такая же проблема. И тебе становится легче, потому что ты понимаешь, что ты не один со своей проблемой. И вот пошел дождь. Как же я ненавижу. Надоел. То есть у меня, знаете, вот такое тоже бывает. Я себя иногда бывает утешаю тем, что вот, допустим, у меня не идеальная кожа. Но я понимаю, что есть люди, у кого с кожей еще большие проблемы. Я думаю, ну ладно, прорвемся, ничего. То есть, конечно, возможно, это неправильно, но, блин, я уверена, многие так делают и утешают себя, когда переживают, расстраиваются тем, что ты не один такой. И мне очень часто пишут, когда я про прыщи рассказываю, про свои проблемы, как я переживаю, мне очень часто пишут, Юля, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что у тебя все будет круто. Но у меня тоже такая проблема с кожей. Я безумно рада, что я не одна такая. Типа, меня это успокаивает. Я меньше переживаю, потому что я знаю, что даже у тебя, ну, кто-то считает меня все-таки там какой-то классной, поэтому говорят, что даже у тебя, у Юли Пушман, которая смотрит 100 лет, вообще ты такая, типа, крутая и все такое, у тебя тоже есть прыщи. Потому что я живой человек, ребята, у меня прыщи есть. Очень хочется сделать что-то классное, но при этом полезное и при этом, знаете, не прыгать выше своей головы, не придумывать. То есть вот я всегда думала о том, что хочу снимать скетчи. И у меня очень много идей, просто вообще идей. Но я понимаю, что моя проблема в том, что я не могу их реализовать. И это правда. То есть мне как будто бы, не как будто бы, сто процентов мне не хватает в моей жизни какой-то команды. И я знаю, что все в моих руках, я могу просто, когда все это закончится, да, когда все начнут работать и жить как раньше, могу просто реально взять и найти команду, там, ребят, которые будут помогать мне со съемками тех же самых скетчей. Помогать мне мои идеи реализовать в жизни, в видео. И вот моя проблема всегда вот меня мучает, потому что, знаете, я могу быть в чем-то очень гениальной. Ну, то есть реально, иногда я что-то придумываю, я рассказываю Славе, он говорит, блин, это просто, типа, как тебе это в голову пришло? Да даже Карине, маме, не знаю. Но всегда есть какая-то вот крупица говнеца, которая не дает мне вот всю эту гениальность, вот так вот в шмях, и выплеснуть. Чаще всего я думаю о том, что мне нужно идти и просто срочно бежать, учиться на актрису, потому что, как бы смешно для вас, это, наверное, хотя я не думаю, что смешно. Я не говорю о том, что я снималась в фильме ёлки, я об этом вообще не говорю, там, взломать блогеров, понятно будет тоже, что обсуждать. По поводу ёлок, что там тоже стоишь, просто пару раз фразы сказал, и всё. То есть для меня это офигенный опыт, это было классно, но, знаете, ничего такого сверхудивительного я не ощутила, потому что у меня было очень, просто, очень много съёмок разных в моей жизни, которые были, я думаю, на 100% уверены, намного сложнее, чем даже съёмки вон те в кино, потому что там не было такой большой ответственности на мне, как на актёре, скажем так, как, например, в каких-то, не знаю, вот стиль за 90 секунд я снималась, это очень сложные съёмки, но это крутые съёмки в том плане, что они дали мне опыт, за который я, конечно же, благодарна, и вообще я счастлива, что был такой вот период в моей жизни, когда я снималась в этих программах и не один раз, у меня там было много очень выпусков, и это очень приятно. Потереку покладь были, у меня было много разного в жизни, и я просто к тому, что реально, я чувствую, что я актриса прирождённая, и проблема в том, что как раз таки, мне кажется, что если бы я начала снимать скетчи, то я смогла бы показать вам, на что я способна, какой я могу быть, потому что во влогах я не могу такой быть, то есть, во влогах я живая, во влогах то, как и есть на самом деле, но мне кажется, вообще я уверена, что я очень классная, харизматичная, когда почитал про аффирмации, сидишь, хвалишь себя. В общем, рассказываю ещё одна история, с тем, что я актрисе, это понятно, сегодня мы поедем в Москву, сейчас, сегодня понедельник, 18 мая, 16.39, сейчас, сегодня достаточно раненько так встала, вообще не выспалась, поэтому это хорошо, поскольку завтра ко мне в 12 часов или возможно даже в 11 придут снимать капсулы мои, которые безумно отросли, и они уже запутались у меня в волосах и портят мои волосы, я понимаю, что если я их не сниму, сама я их снять не могу и боюсь, потому что я не хочу повредить свои волосы, в общем, если я этого не сделаю, то у меня просто отвалятся нахрен все эти волосы, потому что они так уж там ужасно запутались, они торчат, да то, что они торчат, это фигня, это просто внешне, да, но самое ужасное это именно то, что они у меня спутались, я просто не хочу потерять те волосы, на которые прицеплены эти капсулы, так вот, я вчера написала в свой салон 4 hair, где я делала наращивание волос, спросила, работают ли они, работают ли они на дому, могут ли они приехать домой, сделать мне, ну, снять вот эту всю хрень и сделать новое, и вы прикиньте, что я просто выпала в осадок, они говорят, может, я что это вообще, я сегодня проснулась, господи, спасибо, этот день прелестный, это еще не все новости, я рассказывала в стори, что я пойду в медицинский центр к своей знакомой делать маникюр-педикюр, педикюр, потому что у меня начинаются проблемы с ногтем, который раньше у меня врастал, и он у меня как раз таки врастал, потому что я сама его себе хреново вырезала, и, в общем, там образовывалась такая болячка, но поскольку я постоянно делала педикюр, и у меня все было хорошо, ничего никуда не врастало, я сама себе не трогала ногти, все кайф, но сейчас, из-за того, что я уже несколько раз подстригала себе ногти, потому что я очень давно не делала педикюр, но маникюр с ним все понятно, у меня сегодня просто уже все отваливается, но вот ноги, за что я переживаю, потому что сейчас я чувствую какой-то дискомфорт, и я понимаю, что если я буду и дальше так ходить, то с каждым разом мне все будет сильнее натирать, натирать, и в итоге у меня там опять образуется жжёб, динозавр, поэтому я написала своей знакомой, что она сейчас работает в медицинском центре, и я ей написала, что вау, это просто взрыв мозга, она как раз таки специализируется на том, чтобы лечить такие моменты, как у меня, она может сделать мне педикюр, и заодно сделать мне маникюр, поскольку, ну, раз уж такая пляска, один хрен из дома выхожу, чё бы не сделать себе ногти, поэтому я буду себе делать длинные ногти, ребята, жизнь ко мне возвращается, потом, короче, я написала Кате, что у них еще есть в этом медицинском центре, поскольку я пойду все равно туда к ней, если там есть еще дерматолог, а там, конечно же, он есть, хотя я говорила, что я так к дерматологам, ну, не знаю, а, так я, по-моему, в прошлом блоге вам рассказывала про маникюр, педикюр, я просто уже не помню, я туда-сюда везде все рассказываю, уже забываю, где я что-то сказала, короче, я говорю, а ресницы случайно у вас там не делают, а она говорит, что да, могут, типа, прийти и сделать, поэтому, господи, это просто, знаете, я себе уже все глаза стерла, натерла этими подводками, потому что я пытаюсь нарисовать эту стрелку, потом все стираю, и у меня натирается глаз, я уже так устала, этих ресниц на магните мне недостаточно, точнее, я так заколевалась с ними, мне просто хочется проснуться красоткой, видеть себя такой, как я хочу в зеркало, в зеркале, ну и вот, поэтому, девочки, это просто, а это еще не все, в четверг, да, в четверг, я пойду, к Карине домой, к ней на дом придет девчонка делать брови, и ламинирование там она будет делать, и я Карине говорю, типа, братишка, давай я тоже приеду, и сделай мне ламинирование, в общем, у меня сейчас будет за 4 дня, просто, я не знаю, такой быстрый режим, привести себя в идеальный порядок, так что, короче говоря, в четверг, в 2 часа дня где-то, я приеду к Карине, и ее девочка сделает мне тоже брови, и это просто восторг, а во вторник, завтра в 7.30, еще помимо волос, господи, тут ко мне утром придут делать волосы, а в 7.30 я поеду на лазерную эпиляцию, поеду на лазерную эпиляцию, в смайл студию, там же мне посмотрят виниры, в общем, просто персик, найти выходы можно, я в сторис сказала, то что меня терзают сомнения, я переживаю, то что я хочу пойти, сделать себе какие-то там процедуры, лазерные эпиляции, все такое, потому что лазерная эпиляция, это вообще жесть, понимаете, это же накопительный эффект, то есть там нет такого варианта, что ты один раз сделал, у тебя нет волос, потом ты через год пришел, и снова сделал, или когда тебе там вздумалось, то есть там суть именно в том, чтобы ты каждый месяц ходил, там в одно, в один и тот же день примерно, иногда на неделю позже ты должен приходить, чтобы там типа волосы, которые спали, вышли, в общем там своя технология, но суть в том, что из-за того, что я уже пропустила, я пипец как расстроена, у меня уже не то, чтобы там все начало так же расти, но я очень переживаю, и не хочу этого, потому что я на протяжении года каждый месяц ходила, ездила на лазерную эпиляцию, для того, чтобы потом в один момент все обосралось, ну типа не знаю, и я рассказывала об этом в сторисе, меня все поддержали, подписчики начали писать, типа да, Юля, иди вообще забей, типа для тебя это важно, иди и сделай, потому что нервы свои тратить, и переживать, и расстраиваться из-за этого, это намного хуже, в общем не знаю, я конечно максимально не хочу нигде вот да, ходить туда, поехать сюда, потому что реально, ну не хочу, и я сама об этом говорила подписчикам, типа сидите дома, и все такое, но блин, да, я сижу дома, я сижу вообще на даче, ребят, я настолько изолировалась, что это даже вот просто, я даже в лифте, не как вы понимаете, у меня даже лифта нет, чтобы хоть кого-то где-то встретить, или побыть вместе, где до этого был какой-то другой человек, возможно больной, единственное место, куда я хожу, это блин продукты, все, просто продукты, это единственное место, куда я хожу последний месяц, реально, я больше ни в каких общественных, там людных местах не повезу, ну еще, когда я в Москву ездила, да, там я понятно, из машины домой поднималась в лифте, и обратно, но суть в том, что пошли все нафиг, я думаю, я соблюдаю режим самоизоляции, я ни с кем не пересекаюсь, не общаюсь, ко мне на дом придут, сделаю то, что мне надо, остальное, то, что мне надо, да, сделать другие какие-то процедуры, я сделаю в медицинском центре, который работает, куда все равно люди ходят, в любом случае, раз уж я все равно туда пойду, понятно, я у маски, в перчатках, вся заряженная, ну, перчатки сниму, когда маникюр буду делать, но мы все равно, будем в этих масках, и лазерную эпиляцию тоже пойду, и сделаю смайл студию, поэтому пошли все в еду, я уже предвижу негатив, потому что одна какая девка написала, вааа, сама говорила, сидите дома, сама куда цебрянась, ой, просто понимаете, одно дело пойти и сделать то, что успокоит твои нервы, то, что поможет твоему психическому, не знаю, здоровью, и просто состоянию души, и то, что тебе реально необходимо сделать там, по причине того, что ноготь растает, потом лазер, это то, что, ну, мне реально грустно, мне обидно, меня это очень сильно расстраивает, потому что я год ходила зря, получается, а другое дело идти, сидеть в беседке, блин, с кучей народу, вот у меня во дворе, когда я сидела в Москве дома, мы же долго дома в Москве сидели, я смотрю просто в окно, я понимаю, что куча малолеток сидит в беседке, человек 20, мне кажется, сидят и плюют друг на друга и дышат, а потом вот, типа, вот этот пик произошел, да, вируса, пандемии, так называем, произошел вот этот пик, и все такие думают, что такое, что все заболели, и я понимаю, почему все заболели, потому что именно тогда, когда зараза ходила, жестко распространялась, когда еще все так вот не закрыли, все гуляли, кайфовали, наслаждались жизнью, я сидела дома, сидела дома, никуда не выходила, не гуляла, не сидела в беседке, ни на лавочке, никуда, Хотя тогда еще были открыты какие-то торговые центры, салоны красоты Я заранее максимально все сделала Конечно, все равно мне бы не хватило на весь этот период карантина Но в любом случае Хотя мне все пишут, типа, Юль, забей вообще Вообще забей, плевать вообще на мнение людей С одной стороны, типа, да, извините, это моя жизнь Я приняла такое решение, я сидела очень долго дома И сейчас у меня есть возможность за три дня просто бежать, скажем так, в два места Таких, где люди могут находиться Остальное у меня на дому будет происходить И я думаю, ну блин, раз у меня есть такая возможность за три-четыре дня вот это вот все как бы сделать И чувствовать себя спокойно и продолжать дальше соблюдать режим самоизоляции Я это сделаю Ой, завтра у меня будет очень тяжелый день Но зато я сделаю просто даже не завтра, а послезавтра тоже Зато я сделаю то, что сделает меня счастливой, спокойной И я перестану как-то тревожиться внутри И буду чувствовать себя шикарно Как будто бы ничего в моей жизни не менялось В общем, безумно жду Не знаю, будьте хорошими, просто порадуйтесь за меня и все Так что, ребята, обязательно напишите в комментариях Что вы думаете по поводу рубрики, которую я хочу на канале сделать Опять же таки, не знаю, насколько зайдет, насколько классно будет Но попробовать-то стоит Я бы не могу в это поверить Мы дома в Москве В общем, все-таки мы поехали сегодня обратно Что вы надеялись? Вот это вот Очень тупо Очень-очень тупо Она вот прям, видно, что она приклеенная Прям плохо посадила ее В общем, рассказываю Надо закрыть окно, потому что уже холодно Мы же везде окна закрывали Перед отъездом из Москвы Чтобы, мало ли, дождь, ураган Чтобы сюда никто не залетел Ничего нет Самое, воры не залезли Купили продуктов Все разложили Вот, что мы взяли Ну, мы взяли нормально так продуктов Но в любом случае Мы, когда поедем обратно на дачу Мы их все заберем Поэтому не то, что они пропадут, стухнут Нет, просто взяли там мясца Курочки Масло сливочное Что еще? Соки взяла Персиковые И манго попробовать Вообще, манго никогда, мне кажется Ну, не, пробовала, наверное Но что-то как-то захотелось Вот Я как будто беременна Мне что-то мороженое хочется Вообще, очень редко в своей жизни Ее мороженое, не знаю Да не, я не беременна А может и беременна Я не знаю Ура! Название влога Короче, я выгляжу, конечно, такой Ну, знаете, поникший Серый Серый Москва Еще что-то у меня губа отвалилась Господи Вот к вечеру Она у меня сушится Кстати, я заметила, что Моя кожа без макияжа Выглядит даже лучше Если не обращать внимание На красные следы Просто, когда я увлажняю крем Прям хорошо выглядит А так, я не знаю Как я сейчас выгляжу Там, вблизи у вас Вот, видите, да? Тупо прям видно Это еще хорошо сидит А это прям тупо Ладно Я очень счастлива Здесь так бело Здесь нет желтых деревянных стен Конечно, мне на даче Очень нравится жить Но, приехав в Москву Все равно такие Ощущения испытываюсь приятные Типа, да? Вот тут именно такие прям Болячки Типа, уже даже не прыщи проходят Но все равно они Вот видите Конечно, мы едете Ладно, афирма от семьи При всем идеальное тело и кожа Так вот, у нас было несколько ходок В машину Потому что у нас была Вивьена Ее лестница Ее кроватка Три пакета с продуктами Рюкзак Колонки Слава привез Он их брал на дачу Он их решил здесь оставить В итоге в Москве Потом кофемашинку Мы тоже взяли Место по восьмому Будем без кофе Четыре дня жить? Да, конечно Что еще у нас было? Чемодан с вещами Да, мой маленький? Ну, короче, все равно Вот это вот все пока дотащить Пришлось несколько раз ходить Потому что взять Вивочку Ее лестницу Это уже все Все руки заняты Это не тяжело Но просто рук не хватает Вот в чем суть Так что все притащили Все, выкинули Мусор весь Вот Освободили Очистили холодильник Мой любимый С магнитиками Вот знаете, кто-то мне Даже раньше писал И сейчас, наверное, тоже напишет Что выглядит это не очень Типа Какой-то деревенский стайл Не знаю Сейчас же все за Стиль Минимализм Но мне нравится Вот реально Мне нравится минимализм Во всем остальном Кроме холодильника Мне хочется, чтобы он был Весь в магнитиках Потому что Ну, типа, не знаю Это такое вот Хочется Знаете, как будто Картина какая-то Как будто бы Современное искусство Куча всего налеплено И мне это нравится И, конечно же Я безумно мечтаю Куда-нибудь полететь Я не схожу с ума Но Понимаю, что Как бы Куда деваться Но вот хочется, конечно В Дубае, например Или Или В Лондон Это из Лондона Вот Лондон Амстердам Вот в Амстердам Я бы так хотела поехать Потому что Когда мы там были Со Славой Мы приехали В плохую погоду И было ужасно Холодно И гулять было Безумно тяжело Потому что холодно Было Тенерив Ой, вообще Франция Хочу в Париж В Монако Вот в Монако Так хочется Но в Монако Знаете, чисто на один день Приехать Мне не очень понравилось В Монако Потому что там Все сжато Все в одной Как будто Улицы И вот дороги Вот такие Я помню просто Что я себе ужасно Там натерла ноги Поэтому Такое Господи Как я скучала По своему компу Такой большой Такой удобный Короче Не пугайтесь Я просто залезла на балкон И достала там парик Хотелось посмотреть Че как Потому что завтра Утром Ко мне придут Снимут мне волосы Сделать новые Я уже не смогу Так надевать парики И что-то просто Ну, на стоге Захотела попробовать Единственное, что Он, конечно Такой Ну, дешевенький Ненастоящий Волосы ненатуральные Ну, ненастоящий Поэтому Странно так Ну, хотя Не знаю Вот вроде Издалека У меня занят Карина Вот, кстати На камере Лучше, чем На этом На телефоне Кстати, я хочу Снять Тикток С париками Тоже Типа Типа Разные С париками Ну, правильно У меня, кстати Челка Светлее Моих волос С тех времен Не покрашена Ко мне завтра Придут Может быть, кстати Мне же красить будут Можно попросить Чтобы челку Мне подкрасили Че там волос-то А я было Снимаю Она Рок снимающий Прямо сейчас Да Болтали с Кариной По видеосвязи Около часа, наверное А еще Недавно Я наткнулась в интернете На лифтинг Бровей Нитями И я просто А-а-а Е-ла Никого ни к чему Не призываю Сразу говорю Ну просто Не знаю Я же рассказывала Кстати Не помню Во блоге Или в сторис Боже Я столько всего снимаю что я уже запуталась куда еще рассказываю короче я рассказывал про свое нависшее веко которое меня бесит вот это но и с другой стороны такой же и я все чаще своей жизни думаю о том чтобы сделать блефоропластику потому что я знаю людей которые сделали и это просто восхитительно но я не то чтобы боюсь просто почему-то это оттягиваю потому что когда я наращиваю ресницы мне ващеся кайф кофе на это нависшее веко но сейчас когда я столкнулась с тем что когда у меня наращенных ресниц я пытаюсь нарисовать себе стрелки это просто кошмар мучение просто лютейшие я такая думаю господи вот бы сделать себе такое и недавно я наткнулась на лифтинг бровей нитями это типа сюда вставляют нитки и вот такой короче натягивают бровь плюсы в том что во первых у тебя бровь становится такая крутая типа . ну короче не знаю насколько она там подтягивается но суть в том что она становится вот такой они вот такой но не знаю вот так вот наверное как то вот так и прикол в том что получается что и вот это века она тоже поднимается и мне этого было бы достаточно у меня конечно супер новейшее веко мне кажется но вот так вот сделать и уже кайф то есть во первых сразу такой взгляд без их 1 допустим вот так вот и вот так вот ну типа короче мы поняли вот я так бы хотел такую штуку сделать но как-то не знаю не решаюсь пока да господи я сейчас об этом так не думаю типа куда пойти сделать то есть ну блин потому что куда во-первых и пойти сейчас какие нафиг месяц нити брови то есть я в этом сейчас так не думаю странно вот выглядит как шапка какая-то тут драту тебе вот ммм влаженство я думала у меня мозг там весь передавится конечно мне нравится удобно со своими волосами хотя у меня тут есть где-то капсулы я уже рассказывала удобно со своими потому что быстро сушишь расчесывать такой кайф расчесывать боже я когда голову вот так вот опрокидываю расчесываю боже мой у меня хорошие свои волосы густые классные просто я понимаю что все равно я пока им недовольна мне хочется чтобы они еще отросли и я их потом как-то подстригу вот видите нарощенные вот эти вот сопли сейчас я вам покажу как они отросли здесь они уже спутались у меня ну хотя может эти не вот тут если трогать спутались короче капсулы у меня вот здесь на самом деле это очень не полезно для волос я очень давно конечно же не делала коррекцию не знаю мне кажется уже месяца 3 ну короче много времени прошло поэтому я безумно рада что завтра мне это снимут и еще потонируют волосы раз уж такая пляска в общем короче ребята кайфу и кстати в смайл студии еще ни разу не делала зерной эпиляции я честно говоря переживаю луиза мне сказала что у них там тоже охлаждение вообще все на высшем уровне поэтому завтра попробую схожу и мне главное чтобы все зоны было не больно а например бикини просто было чувствительно и неприятно потому что обычно как бы я такое испытываю именно такие же ощущения потому что я помню как-то я ходила на лазер в другой салон и он видимо был без охлаждения это было просто адская боль я попробовала сделать ноги даже руки было ужасно больно подмышки господи мне кажется я плакала вообще подмышки хотя бы можно вытерпеть без охлаждения поскольку это маленькая зона достаточно быстро типа делается но она тоже очень чувствительно поэтому не знаю мне кажется сейчас уже все перешли ну на охлаждение с охлаждением аппараты поэтому я уверена что все будет хорошо но все равно каждый раз перед лазерной эпиляции все равно волнуюсь потому что не знаю и какая счастливая каждый раз когда все заканчивается я такая спасибо все до свидания кайф так что вот завтра сделаю потом это получается вторник завтра в среду у меня маникюр педикюр и ресницы этого я тоже так что у пипец кстати сейчас сниму свои вот эти чтобы посмотрели такой глаз голый просто потому что я все равно сейчас пойду все смывать вот вот так вот никакой больше вечеринки они все равно души немного накрашены они до сих пор не стали загибаться то есть я рассказывал что после того как я наращиваю ресницы очень долго они у меня прямые и я знаю что типа это окей они все равно как бы со временем начнут закручиваться и все будет нормально но у меня вот за время что я хожу без ресниц пока такого не произошло я думаю это потому что все равно я делаю магнитные ресницы потом наклеивала один раз по моему вот так что я думаю поэтому они особо и не собираются пока у меня сгибаться разгибаться или чё там с ними так что вот такие вот новости вот такие дела так странно вообще я даже не верю что сегодня буду спать в москве в своей кровати вообще так странно в общем ладно ребят видос получился такой разговорный но что поделать буду все равно в москве что-то вам снимать не знаю насколько получится потому что я буду вся в делах вот поэтому буду стараться что-то поснимать вам тоже здесь влоги посмотреть как проходят мои денечки сейчас пойду смогу сметалась как приятно так что вот спасибо большое что смотрели это видео надеюсь что оно вам понравилось обязательно не забывайте оставлять комментарии по поводу всего о чем мы с вами сегодня болтали особенно в начале видео про новую рубрику всех люблю целую обнимаю и всем пока пока